В Махачкале в трехэтажном здании вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб локализовали горящее строение. Сиделка избила 94-летнюю бабушку с деменцией в Махачкале. Следственным комитетом по Дагестану будет проводиться проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. Еще один шаг на пути к титулу. Дагестанский боец Мансур Малачиев одержал третью победу в Лиге 1FC. Дома спортсмена встречали около сотни преданных болельщиков. Трагедия ливанского народа не оставила равнодушными дагестанцев. Фонд Инсан объявляет сбор пострадавшим от бомбежек в Ливане. Именно так молила о пощаде 94-летняя жительница Махачкалы свою сиделку. Она нанял ее сын потерпевший. Через некоторое время мужчина обнаружил на теле матери синяки и установил камеру, подозревая неладное. Худшая версия подтвердилась. Мать нанимателя подвергалась избиениям. Расследованием этого дела занимается Следственный комитет Дагестана. Раньше я смотрела за ней три месяца. Два месяца, когда я проработала, я поняла, что я с ней не смогу работать, потому что я, а ну кто же мягкий человек, а ей нужен был человек немножко тверже. Следственным отделом по советскому району города Махачкалы, Следственного управления СКР по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по факту истязаний, совершенных в отношении лица заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего. По информации нескольких телеграм-каналов 60-летняя Зоя прибыла из страны ближнего зарубежья и на первый взгляд произойдет впечатление доброжелательной женщины, готовой помогать пожилым. Однако эти кадры говорят о другом. Уважение к старшим, особенно к пожилым, это та из самых благородных проявлений нрава, отмечает председатель Совета имамов города Махачкалы Абдулла Ахалов. Молодой человек, который проявляет теплое, уважительное отношение к пожилому лишь из-за его возраста, Всевышний Аллах к нему пошлет, когда он станет старцем, взрослым, того, кто будет его уважать и проявлять к нему теплое, уважительное отношение. К данной ситуации, конечно, у меня крайне отрицательное отношение, крайне отрицательное к этому отношусь. Это не по-человечески, это не по-религии, вообще ни в какие рамки это не лезет. Испокон веков дагестанцы отличались уважительным отношением ко взрослым. И, как отмечают махачкалинцы, не только с религиозной точки зрения, но и с этической, не позволительно поднимать руку на стариков. «Каждый человек в этой жизни обязан проявлять милость к творениям Всевышнего. Что касается сиделок, да, мы понимаем, что это непростая работа, что там нужны просто железные нервы. Но если человек понимает, что он не способен вытерпеть, не способен проявлять терпение, не способен проявлять снисходительность и милость к тем более пожилым людям, то трудно сказать, что этот человек вообще обладает какими-то, опять, извините за тавтологию, человеческими качествами». «Женщина должна быть наказана, ей за это деньги платят. Если ты соглашаешься на данного рода работу, то есть ты однозначно должна понимать, что какие требования, что человек старый, человек неуравновешенный, ты должна отрабатывать свои деньги, если ты на это согласилась, а не подобным образом, как с животным каким-то. Конечно, беспомощный человек, вот так хлистать, сбить, ну, нонсенс». «С трудом стоят и ходят. А ведь так хочется побежать, как в молодости. Нам сейчас не понять трудности пожилых людей. Они заслуживают уважения и сострадания. Мы в будущем тоже будем в этом играть. Поэтому мы будем с новосердными сегодня». В Махачкале сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 900 квадратных метров. Пламя охватило трехэтажное здание по улице Даниялова. Во время возгорания из соседнего строения сотрудники экстренных служб эвакуировали 35 человек. На месте работали 27 специалистов и 8 единиц техники. По данным МЧС Дагестана, пострадавших нет. На первом этаже было расположено кафе. Остальные помещения пустые. Отметим, что сгоревшее здание было в ветхом состоянии. «Ложись!» Новый швейный цех площадью 1500 квадратных метров строится в высокогорном селе Карата Ахватского района Дагестана. Стоимость проекта более 200 миллионов рублей. Планируется создание 60 рабочих мест, а налоговое отчисление после запуска производства составит порядка 20 миллионов рублей ежегодно. Представитель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил важность проекта для развития легкой промышленности в горных районах и создания новых рабочих мест. В рамках государственной поддержки инвестору был предоставлен земельный участок в аренду без торгов сроком на 49 лет. До конца года планируется завершение всех работ. В Каспийске бойцы Дагестанского СОБР «Ястреб Каспий» отметили профессиональный праздник – День образования специальных отрядов быстрого реагирования войск Национальной гвардии Российской Федерации. В памяти о погибших боевых товарищах сотрудники отрядов возложили цветы к мемориалу и почтили их память минутой молчания. Командир отряда, полковник полиции Запир Алискантов поздравил бойцов, отметив их успешное выполнение задач на территории республики и за ее пределами. Поздравляю весь личный состав. Желаю крепкого здоровья первым делом, здоровья вашим родным, близким, спокойствия семье, удачи и успехов в работе. Израильские войска продолжают атаковать Ливан. Среди пострадавших много гражданских. За короткое время тысячи людей лишились крова, еды, воды и медицинской помощи. Трагедия ливанского народа не оставила равнодушными дагестанцев. Благотворительный фонд «Инсан» объявляет срочный сбор средств, чтобы помочь пострадавшим. Открыть сбор на сумму более двух миллионов рублей. Отметим, что это не первый случай, когда представители фонда «Инсан» оперативно оказывают помощь гражданам зарубежных стран, оказавшимся в бедственном положении. Исходя из этих новостей, мы решили открыть сбор. Сейчас мы прорабатываем пути оказания этой помощи, связываемся с посольством и будем прорабатывать вот этот гуманитарный коридор, скажем так. Пришел запрос с ливанской стороны, что там нужны одеяло, продукты питания, медикаменты, поэтому мы вот это тоже прорабатываем и будем всячески стараться осуществить эту гуманитарную миссию. Эту поддержку Мансур Малчиев чувствовал за тысячи километров. Глубокой ночью дагестанский боец вернулся домой после своей третьей победы в Лиге 1FC. На турнире в Таиланде представитель клуба Universal Fighters был сильнее южноафриканца Боканга Масуньяна. Теперь он вплотную приблизился к титульному шансу. Соперник на самом деле был непростой. Я знал, что у него база борьба, вольная борьба, поэтому он является вторым номером по рейтингу. И как бы они сказали, это претендентский бой будет. Ну, это уже важная победа получать для меня после этого боя. Сейчас уже переговоры идут за пояс будет. Ну, в целом, главное, все три ранды продали с собой, но главное, мы задачу как бы, да, выполнили, выиграли, ахамдуллах. Родственники из села Зубутли-Миатли, одноклубники, представители регионального минспорта и спортуправления столицы. Несмотря на позднее время, в аэропорт приехали около сотни болельщиков. Каждый из них внес свою частичку в этот успех. Мы, конечно, пришли поддержать, потому что мы не могли пропустить такую победу, очень важная победа была. Мы до этого рассматривали его бой, до отъезда еще Мансура. На самом деле был соперник очень сложный, такой коренастый, низкий, ниже, чем он, и очень был такой, думали, будет очень серьезный бой. На самом деле, очень тяжелый бой получился. К этому бою чуть-чуть с ним занимался. Он дух, да, крепкий дух он. Вот у него не бывает в каком-то раунде он сдал. Он обычно концовку всегда забирает. Парень, да, с крепким духом. Хоть и травмы получает, вот на этом бою тоже у него была травма руки. Правой он бить, в принципе, не мог. Вот с такой рукой он, мы же видели бой, как он хорошего соперника выиграл. Сейчас первый президент за пояс получается. Благодаря победе над вторым номером рейтинга, Мансур укрепил свои позиции в списке лучших бойцов в NFC. В команде на Малачиева возлагают большие надежды и верят, что в ближайшее время он привезет домой чемпионский пояс этой престижной лиги. План, в принципе, Мансур полностью, какой был план, такого плана придержался. Подготовку тоже пару этапов сбора прошел он нормально, вроде вот рука тоже травмирована, нормально, полноценную подготовку тоже не получилось сделать. Ну, как бы ни было, прошел подготовку, вышел, бой тоже тяжелый был, трудовая победа. Вытащил все-таки победу он. После этого боя рекорд дагестанского миксфайтера улучшился до 13-1. К слову, единственное поражение в карьере он потерпел от филиппинца Джошуа Пассия, который сейчас и владеет титулом. Малачиев вдвойне жаждет скорейшего реванша. Курбан Рагимов, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.